В одночастие, мне казалось, все рухнуло вообще. Это вот со Швецией к нам приходит. Единственное, по Софии, который нас не бросил. Нужно же поднять ажиотаж, что нет заквасок и так далее. Мы в сутки переработали в среднем 146 тонн молока. Готовься к худшему, лучшее придет к тебе. Мы готовимся к худшему, лучшее приходит. Башкирия заняла второе место по производству молока среди всех регионов страны за 2021 год. Данных за прошлый еще нет, но участники рынка оценивают его как успешный. Как молочная отрасль республики пережила импортозамещение, инфляцию и санкции? С этими вопросами мы обратились к председателю молочного союза Башкирии и генеральному директору Уфа гормолзавод Ильдару Файзулину. В одночастие, мне казалось, все рухнуло вообще. У нас не стало упаковки, просто ее бы не стало. Многие компании мы заключили перед СВО контракты с компанией Тетропак, с компанией АВА итальянской, на поставку технологической оборудованной ПЭТ-линию и Творожен-линию. Все контракты были оплочены. Они просто в одночасти сказали, мы вам не будем ничего поставлять. Итальянцы все же нашли путь для поставки оборудования. Спустя год заключения контракта, оно прибыло на завод и ждет установки. А вот с Тетропак договориться пока не удалось. На производстве 90% все импортное оборудование. Американская линия Нимка, шведская линия Тетрафиносептик. Все импортные запчасти только оттуда приходят. Ну, запчасти мы нашли альтернативным, как завозить. Я в Турцию съездил, нашел канал, как оттуда завозить. Какие-то альтернативные запчасти мы нашли здесь, в России. Это вообще упаковка из мела сделана, она разлагается еще, экологически чистая. Это вот со Швецией к нам приходит. Единственный поставщик, который нас не бросил. Немецкие котлы паровые Висман работают в автономном режиме. В принципе, три тонны пары в час. Один котел, а второй резервный. Они работают, и мы можем еще тут пол города отапливать, по большому счету. Компания ФОС отказалась обслуживать приборы для лабораторного исследования молока. Их стоимость 13 миллионов рублей, а запчасти обходились в миллион двести. А всего в прошлом году компания должна была потратить более 300 миллионов рублей на инвестиции. Но этот план был свернут. Раньше привыкла работать, как бы у нас были планы какие-то. Мы перешли на мечты, потому что ситуация заставила перейти в ручное управление. Мы не понимали, какая цена будет на сырье, какая цена будет на упаковку. Упаковка, которую мы там начали покупать, вышла в цене в три раза. Запчасти в четыре. Логистика в пять раз. Все как бы резко. Курс доллара, помните, 135 рублей за доллар не стал. Но со временем цены начали возвращаться с небес. Свою роль сыграл и тот факт, что многие внутренние производители стали снижать цену, чтобы быть конкурентными. Но все же иностранное оборудование во многих аспектах лучше российского. Всегда как бы на рынке есть же и наш российский ВАЗ, и Польсваген, и Мерседес, и Тойота. Но мы традиционно как бы лучше же хотим купить. Поэтому, когда был выбор, мы брали лучшее как бы иностранное все-таки. Как бы лучшие технологии сюда внедряли. Клапана, например, они как бы только импортные. Нету аналогов даже российских. Наши региональные, ну в смысле российские компании тоже тихонечко поднимаются. Да, это еще не Мерседес, но они как бы стремятся. И я думаю, что они тихонечко эту нишу будут занимать. Это, кстати, да, Самара. Они делают фианы, это, ну, грубо говоря, варенье, клубника, который добавляется в йогурт и получается йогурт с клубникой. Вот вы который пробуете. Вот оно как бы вот российское все. Большинство жителей региона не особо вникают в производственные тонкости. Для них важнее другой показатель – стоимость продукта. А дорожающее масло и мороженое местного производства людей не радует. 70%, а где-то и 90% в масле сливочном – это составляющая сырье, молоко. Если товаропроизводители по старому совхозы, колхозы поднимают цену, соответственно, мы ее транслируем на нашего покупателя. Она формируется, а основная доля из нее – упаковка. Я вам говорил, что она поднялась там в два раза, потом она опять упала, но из-за логистики она примерно все равно осталась выше, чем год назад. Энергозатраты, ГСМ, электричество, вода – все подорожало. Зарплаты, вы понимаете, да, если сегодня нельзя платить зарплату, грубо говоря, которую мы платили год назад, мы ее пересмотрели в сторону увеличения. Остаются и традиционно дорогие бренды. Например, вкусвилл. Наш собеседник полагает, что немаленькая часть стоимости формируется за счет рекламы, что находит свое отражение и на ценнике. Но главное, чтобы продукты вообще были на полке. Не так давно один из участников молочного рынка заявил, что Россия может остаться без сметаны из-за санкций на иностранные закваски. Это еще раз мое чисто мнение, что кто-то в России лоббирует интересы российских производителей закваски, это нормально. И, соответственно, нужно же поднять ажиотаж, что нет заквасок и так далее, чтобы с бюджета выделили на это средства. Здорово, если выделили средства и производители закваски, российские свой уровень модернизации повысит за счет бюджетных средств и будут производить конкурентную закваску. А сегодня вообще ничего не перекрыли, пожалуйста. Сегодня я вот из Прудэкспа приехал, там по закваскам предложений куча. Все открыто, цена чуть-чуть просто стала дороже, но они есть и вообще никаких сбоев нет. После интервью Ильдар Файзулин показал нам, как устроен молочный завод. Начинается он с цеха приемки молока. Молоковод приходит, вот шланг вставляется, да, с молоковода. Вот берут анализы, вставляется шланг. То есть, отдел анализа. Да. Принесли, забрали пробную парку. Да. Сделали анализ, дальше все нормально, если принято по анализам. Все, на скачивание идет. Все, больше нигде продукт не контактирует. Ну, дальше молоковод проезжает, видишь вы там это, люстра такая, да. Это под высоким давлением моются щелочек, кислотой и чистой водой, опять же. Опять же, человек туда в бочку не залазит. Все как это. И все, машина ушла. А от молока, которое сюда прибывает, оно откуда? 43 поставщика у нас сегодня. Ну, практически 90% это республика Башкортостан. 13 районов, да. Ургазинский, Иглинский, Уфимский, Стерлитамакский, Стерлебашский. Ну, как бы еще можно перечислять, да. И Татарстан. Оттуда мы отправились в основной цех, где идет производство и фасовка молока, кефира, творога и других продуктов. У нас есть такой элемент, называется кайзино. Мы его назвали просто «Есть идея». Чтобы было понятно всем сотрудникам. Сотрудник, каждый на своем месте. Или, может быть, просто у другого он может увидеть. Просто он носит предложение по улучшениям. Пятец на рабочем месте у нас. Вот у нас сами механики-наладчики сделали себе вот такой трафарет. Разложили сюда ключи. И вот один забрали, сейчас ТО идет. Обратно они его обратно сюда положат. Каждый передает по смене. Вот эти сотрудники работают на этом участке. То есть у нас все промаркировано. Вот пасуется в курсенчике, рулон устанавливается. Дозирование идет вот здесь. Вот раскрывается пакетик, туда подается молоко. Запечатывается. И надувается вот здесь ручка. Маркируется. Вот она, маркировка. Наносится на пакетик. Считывается QR-код у нас стоит, лазер. И фасовщик упаковывает. И в коробке почти на склад. Сливки 30%. Вот сепаратор уже их помыли. Они вот сюда сейчас поступают. Смотрите, вон. Видите сливки? Да. 30%. Сюда уже вот сливки 72. Потом это на маслообразователь охлаждается ледяной водой. И преобразовывается в масло. И оно кристаллизуется в камере в сутки. После этого его можно фасовать. Сейчас завод готов к разным развитием событий. И к скачку курса валют, и к другим сложностям. Несмотря на все проблемы, прошлый год наш собеседник оценивает как положительный. И в будущее смотрит с оптимизмом. Когда ты к чему-то готов, то как бы тебе легче становится. Ты понимаешь, когда ты завтра идешь. Готовься к худшему, лучшее придет к тебе. Мы готовимся к худшему, лучшее приходит. Андрей Шарыгин, Оскар Басыров и Роман Нагуманов. Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова